Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале, на котором, если вы увидели, что в игре появился новый танк, вы уже можете смотреть обзор. Я снимаю свои обзоры заблаговременно и публикую их буквально через пару минут после того, как тот или иной танк официально завозится в игру. Поэтому, если хотите ничего не пропускать и быть в курсе всех событий нашей игры, то обязательно подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. А сегодня будем обозревать вот этого вот красавца, он действительно выглядит очень симпатично, новый Defender TSL-7. Что собой машина представляет, сейчас расскажу и, понятное дело, мы на ней выйдем обязательно в бой. Но давайте начнем с самого основного. С кем его сравнивать? Большинство будут сравнивать его с Defender MK-1. Ну, просто потому что и тот и другой являются средними танками на восьмом уровне, тот и другой Defender. Ну и, понятное дело, найдутся те, кто будут говорить, да нет, старый Defender гораздо лучше, а кто-то будет кричать, да нет! Ну, конечно же, круче новый Defender, ты посмотри на его и будут приводить какие-то примеры по технической характеристиках. Но давайте будем говорить откровенно, данный танк просто другой. Они отличаются между собой по геймплею, да, они похожи по техническим характеристикам, но все же это кардинально другой Defender. Сейчас попытаюсь объяснить свою позицию на примере цифр, ну а потом обязательно выкатим машину в бой и посмотрим, на что она способна. В отношении того, в чем они реально похожи, это в том, что они оба являются обладателями барабанного орудия. Но только здесь у нас, ребят, три снаряда в магазине против четырех у старого Defender. Я, если позволите, MK-1 буду именно так называть для простоты произношения. Так вот, в этих трех снарядах, в принципе, и кроется вся разница между данными машинами. Но нет, не банально в количестве этих снарядов, а в целом в порядке их применения. Время сведения практически не отличается. 2,7 против 2,6 у старенького Defender. И да, ребят, оборудование у меня на том и другом танке установлено абсолютно одинаково. И поэтому цифры в процентном соотношении держат разницу абсолютно железобетонно. В отношении разброса. Разброс немножечко больше у нового Defender. 0,326 против 0,312 у старика. Но все-таки разница неощутима по боям абсолютно. Я специально покатал и на том Defender, и на другом. Для того, чтобы попытаться прочувствовать разницу. И конкретно в этих показателях разницы нет вообще никакой. Ну, реально, невооруженным взглядом не увидишь точно. В отношении ДПМа. Здесь ДПМ немножечко выше. 2131 против 2026. Тоже, поверьте, разницу ощутить будет, ну, в край сложно. В отношении времени перезарядки магазина. Вот здесь действительно. Новый Defender обладатель 13 секунд по КД магазина в целом. При том, что старый Defender имел 16,5. И в этом показателе действительно ощутима разница в пользу Defender. Но, ребят, стоит отметить, что время перезарядки снарядов внутри самого магазина составляет 3 секунды. Против 2 секунд скорострельности у предыдущего МК-1. Снарядов в магазине, как я говорил, здесь 3, а у предыдущего 4. Но здесь у нас Альфа 225. А у предыдущего Defender наша Альфа составляла 190. При этом всем ДПМ за... Ну, точнее, не так, не ДПМ, а Альфа за барабан. То есть за 3 снаряда суммарно здесь вы можете нанести 675 единиц. Я бы не сказал, что это сильно много. Потому что предыдущий Defender за свои 4 снаряда наносил 760. Это получается, если я правильно понимаю, больше сотни разницы. Но эта сотня тоже не сильно ощутима. Что действительно ощутимо, и здесь старенький Defender будет получше. Уровень бронепробития базовым снарядом составляет у нового Defender 227, тогда когда предыдущий пробивал 244. Напомню еще раз, оборудование одинаково было установлено и в одной, и в другой машине. Ну и в отношении голдовых снарядов здесь тоже уровень по пробитию ниже. 257 против, простите, 271 миллиметра. Короче говоря, в отношении уровня бронепробития Defender новый существенно старому уступает. Но это не мешает ему быть эффективной машиной. Стоит отметить, что угол склонения орудия вниз тоже по ощущениям просто одинаковый. По цифрам разница есть. Здесь минус 9 против минус 10 у старика. Так что же такое все-таки TSL-7? Я думаю, что единственный способ ответить на данный вопрос, это взять данную машину и поехать в первую попавшуюся катку, для того, чтобы посмотреть, как он реально играется. Итак, друзья, давайте будем начинать. Начинать будем, как обычно, с подвижности. Подвижность здесь на высоком уровне. Я не могу сказать, что машина летит вперед, но с учетом того, что этот Defender, средний танк, едет он вполне себе упрямо, пускай не сильно быстро. Хотелось бы, конечно, немножко больше динамики, но в целом я понимаю, почему его не наградили этой динамикой. И к этому вопросу мы вернемся буквально через пару секунд. По маневренности вопросов нет к Defender абсолютно никаких. Действительно нормально можно менять свое направление движения, не теряя в скорости. И это действительно комфортно. Что меня действительно поразило в этой машине, так это скорость поворота башни. Но она просто молниеносная, как вы видите, происходит все буквально за какую-то долю секунды. И действительно ты не отслеживаешь этого момента, то бишь не чувствуешь того, как орудие медленно и печально поворачивается вдоль горизонта. В отношении того, насколько приятно само орудие, в отношении точности на дальних расстояниях, в отношении скорости сведения, все действительно классно сбалансировано. За это машине огромный плюсик. Чего мне лично не хватило в Defender. На удивление не хватило бронирования. Все-таки мне кажется, что Defender МК-1 поинтереснее будет в отношении данных показателей. И там танкуется как-то гораздо чаще. А может мне просто не сильно везло во время теста. И в целом я-то не самый лучший танкист в этой игре. Поэтому может и не все плюсы данной машины успел рассмотреть. Но в целом машина произвела на меня позитивное впечатление. Не могу сказать, что Defender стал моей мечтой. Вот как помните, у меня была мечта после теста забрать себе XM66F или Chair Futur. Ну или тот же самый Karo 45 Tone. Такое место в моем сердце Defender пока не занял. Хотя не знаю, может быть еще успеет занять, когда я еще на нем поиграю. Хотя куда уж больше. Если говорить о позитивах машины. Позитив заключается в том, что игрокам на сенсорном устройстве данный танк реализовать будет гораздо проще, нежели Defender МК-1. Дело в том, что здесь в этом отношении более комфортное орудие. Там 4 снаряда, здесь 3. Здесь время перезарядки между собой в магазине составляет 3 секунды вместо 2. И да, это вроде бы хуже. Но с другой стороны, предоставляет возможность играть более спокойно. Где соперник? Увалил. Бывает и такое. Нет, стоит. Стоит, отстаивает. Хорошо. Спустишься вниз или будешь подниматься? Окей. Давай еще. Ну и уходим на перезарядку. В отношении времени перезарядки, как я говорил, 13 секунд против 16 у Defender МК-1. И все-таки здесь в этом отношении орудие, безусловно, гораздо комфортнее. И ты гораздо быстрее готов закидывать новые снаряды в соперников, нежели в предыдущей тачке. Как я сказал, в целом танк произвел на меня позитивное впечатление. И я не могу сказать, что я не хочу себе Defender. Просто не говорю о том, что я о нем прям мечтаю. Но определенные плюсы в тачке, безусловно, присутствуют. Понимаю для себя, что, скорее всего, данный бой будет проигрышным. Сейчас, конечно, попытаюсь что-то зарешать исключительно благодаря тому, что я средние танки. И имею возможность перекатываться по карте, в отличие от вот этих вот товарищей. И занимать точки. Но, боюсь, не хватит меня одного или даже нас двоих на то, чтобы этих троих товарищей разобрать. Уж больно много хпшки у них осталось. Ну, давай. Захватываем точку и благополучно начинаем сваливать. Все-таки хотелось бы команде принести победу, а не просто заехать и понакидывать урона. И благополучно выйти из боя с поражением. Уходим от точки. Попытаемся обхитрить наших соперников. Так, по-моему, по-моему, хитрость особых результатов не даст. Ну да ладно, бог с ним. Даже если поиграем, проиграем, простите, в любом случае машину мы заценили. Стоит ли Defender себе приобретать? Стоит ли Defender вставить свой ангар? Да, однозначно стоит. По одной простой причине, потому что танк действительно удался. Он хорошо сбалансирован, он приятный в отношении игры и он действительно доставляет массу удовольствия. Сколько стоит заплатить за Defender? Скажу откровенно, я бы отдал за Defender абсолютно спокойно 1012. Ну, честно. Во-первых, тачка новая. Да, я понимаю, что это восьмерка. Но тачка новая, тачка прикольная и тачка абсолютно нестандартная. Кто-то скажет, что есть еще другие средние танки на уровне, но при этом всем я не могу сказать, что такой геймплей любой другой танк может предоставить. Ну, действительно ж классно. Действительно интересно. Перезаряжаем барабан и встречаем следующего соперника. Я так понимаю, что рассчитывать на победу нам, к сожалению, не приходится. Но, ребят, в любом бою боритесь до последнего. Пытайтесь выиграть победу любыми правдами и неправдами. Только лишь потому, что вы в бой зашли. А раз зашли в бой, так будьте добры отрабатывать. Три снаряда против меня, 53 ДП, заряженный ХПшкой, я просто физически не успею. Все, на этом история заканчивается. В отношении пробитий, как вы видите, есть пробитие в верхнем бронелисте, но это оставленные ПТХи, которые на горе стояло. В целом, в основном бьют по нижнему бронелисту. Ну и башню периодически тоже пробивают, но в основном по бортам. Солба ни разу не ловил пробитие за все время теста. Что у нас по результатам катки в целом по нашей команде? 1700 единиц нанесенного урона, 2 уничтоженных соперника. Какой максимум я делал на этой машине? Более 3200, по-моему, если я не ошибаюсь. И при этом все делал 4 фрага. Машина действительно нормальная, просто немножко бой не задался. Вы зададите вопрос, почему я не вырезал данный бой и не показал какой-нибудь победный с супер-пупер результатами. Но, ребята, я хочу, чтобы вы видели танки такими, какие они есть на самом деле. Не приукрашая эти машины. Для того, чтобы вы отдавали себе отчет, что вы реально получите, когда поставите себе танк в ангар и будете брать его в бои. Если вы играете лучше, чем я, то, понятное дело, что реализовать Defender вы сможете гораздо лучше. И ваши показатели будут гораздо выше. Ну а если вы играете хуже меня, то, поверьте мне, даже вы справитесь с этим товарищем. Мне лично машина понравилась. Не знаю, в каком виде разработчики закинули ее в игру и сколько она будет стоить. Но то, что Defender реально достоин внимания, здесь спору нет. Вопрос только в том, а за какие деньги. Но это уже решайте вы. Я пошел снимать следующее видео специально для вас. От вас рассчитываю на лайк и на подписку на канал. Всем всего хорошего, мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok